О дьяволе и демонах Из этих ангельских сил, тот ангел, который стоял во главе земного чина и которому со стороны Бога была вверена охрана земли, не родившись злым по природе, но быв добрым и, произойдя для благой цели и совершенно не получив себя самого со стороны Творца и следа порочности, не перенесший как света, так и чести, которую ему даровал Творец, по самовластному произволению изменился из того, что согласно с природою, в то, что против природы, и возгордился против сотворившего его Бога, восхотев воспротивиться ему, и первый, отпав от блага, очутился во зле. Ибо зло и не есть что-либо другое, кроме лишения блага, подобно тому, как и тьма лишения света. Ибо благо есть свет духовный, равным образом и зло есть тьма духовная. Итак, свет, созданный Творцом и происшедший хорошим, ибо в виде Бог вся елико сотвори и се добра зело. Книга Бытия, глава 1, стих 31. По самовластному желанию сделался тьмой. Но вместе было увлечено и последовало за ним, и вместе пало бесконечное множество стоявших под его властью ангелов. И так, будучи одной и той же природой с ангелами, они сделали злыми, добровольно отклонив расположение сердца от блага ко злу. Далее, они не имеют ни власти, ни силы в отношении к кому-либо, если не получают позволения от Бога для осуществления целей его домостроительства, подобно тому, как случилось с Иовом. Смотрите книгу Иова, глава 1, стих 12. И таким образом, как написано в Евангелии о свиньях. Смотрите Евангелие от Марка, глава 5, стих 13. При позволении же со стороны Бога они и имеют силу, и изменяются, и преображаются в тот вид, в какой хотят, сообразно со своим воображением. И будущего, конечно, не знают ни ангелы Божии, ни демоны. Однако, они предсказывают. Ангелы, когда Бог открывает им и повелевает предсказывать. Почему то, что они говорят, сбывается? Предсказывают же и демоны. Иногда потому, что видят то, что происходит вдали. Иногда же потому, что догадываются. Почему они часто и лгут, и им не должны верить. Даже если они много раз и говорят истину таким способом, о котором мы сказали. Знают же они и Писание. Итак, всякий порог придуман ими. Также и нечистые страсти. И хотя им позволено нападать на человека, но поступать насильственно с кем-либо они не имеют власти. Ибо от нас зависит выдержать нападение и не выдержать. Посему дьяволу и его демонам, также и последователям его, уготован огонь неугасимый и наказание вечное. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Должно же знать, что чем именно служит для людей смерть, этим для ангелов служит падение. Ибо после падения для них невозможно покаяние. Подобно тому, как и для людей оно невозможно после смерти. Должение следует... Продолжение следует...